Друзья, всем привет! Работа над немецкой РСЗО Panzerwerfer 42 подошла к концу, но давайте обо всем по порядку. Как всегда, согласно инструкции, начинаю сборку с ходовой. Забегая вперед скажу, что собирается ходовая здесь очень хорошо. Все очень замечательно встает на свои места. Вот здесь даже видите передние колеса могут поворачиваться. И повторюсь, как и повторялся я в своих прошлых видео, что это совершенно не нужная фича на стендовых моделях. Вот таким вот образом передняя часть, передние колеса здесь будут поворачиваться, вставляется тяга. И вот эти вот места нужно нагреть там ножичек или какой-то плоский металлический элемент и просто подплавить, чтобы она не вылетала. В наборе есть двигатель, но он совершенно такой простецкий, буквально там из 5-6 деталей состоит. Вот видите, на радиаторе вмятина вот такая вот. То есть качество здесь у некоторых деталей оставляет желать лучшего, но с другой стороны там и радиатор и двигатель этот не будут, они видны. Вот таким вот образом собираются тележки на ходовую. Вообще в целом хочу сказать, что набор я собрал быстро за две недели. И как я и ожидал, он не совсем сложный оказался, но и толери, так сказать, не совсем качественным он оказался. То есть чуть-чуть дальше. Я укажу тоже на недостатки этого набора. Вот так вот тележки становятся на ходовую. Резина здесь тоже такая довольно среднего качества, не с местами как его назвать, обло или отлитья. Такая вот полоса идет, которую приходилось кусачками откусывать, чтобы сравнять. Ну, в общем, вот смотрите, вот так вот получается ходовая. Она, еще раз повторюсь, собралась довольно-таки неплохо. Далее перешел к сборке корпуса. Здесь даже есть что-то подобие интерьера. Вот видите, кресло, руль, там, ручка передач. Соответственно, интерьер этого тоже будет не видно. И поэтому особо смысла в нем нету. Так, далее. Далее начинается все самое интересное. Вот эта вот верхняя часть корпуса, она очень плохо стыкуется. То есть, если передняя часть становится хорошо, то задняя часть, она там не совсем удачно, не совсем хорошо попадала на свои места. Здесь вот вы видите, выступает, да, вот такая вот кромка за нижнюю часть. И, по идее, она должна идти по всей длине, но там получается заподлицо. Дальше. Инструкции неправильно указан вот этот элемент. То есть, по инструкции передняя вот эта вот решетка должна устанавливаться вот так. Ну, как видите, она не попадает. И она должна ровно на 180 градусов перевернуться и быть вот в таком положении. Затем, задняя часть борта тоже указана в инструкции неправильно. Вот этот вырез, он сделан сверху. По факту вот этот вырез, он находится внизу. То есть, вот инструкция предлагает поставить его вот так вот. Ну, конечно, так мы его никак не поставим. Полностью не совпадает геометрия. И поэтому правильное положение заднего борта вот такое вот. Вашему вниманию теперь предлагается посмотреть на щели сзади. Вот вы видите, да, в принципе, и спереди тоже решетка, видите, с корпусом щели. Есть небольшая, сзади побольше. Ну, ничего страшного. Я томийской шпаклевочкой жидкой вот такой вот все это заделал. С бронетехникой, конечно, все гораздо проще. Это можно потом обработать там сколами, пигментами. Видно, этого не будет. Здесь была шпаклевка. Затем гусеницы наборные. Рано я порадовался, что они здесь будут хорошего качества. Это полный отстой, друзья, эти гусеницы. Я вот склеил одну, тамиевским текущим клеем. Минут 15-20 она у меня лежала. Я пытался обернуть потом, как я всегда делаю. Ну, она просто, видите, вся рассыпалась клеем. Этот пластик вообще не склеил. И поэтому мне пришлось ставить винил из гусеницы. Вот таким вот образом я ее примеряю. Но ставить я их буду уже в самом конце. Здесь вот сделаю я такие провисы, соответственно, чтобы более реалистично они выглядели. приклеил вот эти вот далее боковые, ну, такие имитации там ящики, да. И то, о чем я чуть раньше говорил, здесь должна выступать кромка, которая на них должна сверху находить. Ну, они, получается, выступают за верхнюю часть корпуса. Все дверцы, лючки, в принципе, очень хорошо, без всяких лишних зазоров встают на свои места. Затем я перешел к сборке ракетной установки. С ней тоже проблем нет. Сами вот эти вот направляющие склеиваются между собой. Они потом могут вверх-вниз подниматься, опускаться. Но дело в том, что там очень не точно совсем попадало на направляющие, поэтому их приходится жестко приклеивать. И все, что можно делать с этой ракетной установкой, то, что она будет поворачиваться на 360 градусов вокруг оси и все. Вверх-вниз она подниматься не будет. Там будет жестко зафиксирована наклейка. Далее я, как и ходовую, загрунтовал грунтом анганзы. Вот такой вот пулемет я высверлил дуло с вернышком 0,2 миллиметра, чтобы придать ему реалистичности. И перехожу к самому интересному, к покраске. Вот такой вот разбавитель я от КАВ использую для Томиевского акрила. Он очень хорошо подходит, особенно для бронетехники. И вот таким базовым цветом я начинаю задувать модели. Краски я наношу два слоя. Вот такой вот цвет получился песочный XF60 от Томиев. И затем я перехожу к прокраске бандажей на конках XF85 кисточкой. И я аккуратно прокрашиваю вот таким вот образом бандажей. Ну а далее начинается самое интересное. Так как я буду делать в зимнем камуфляже, беру жидкую маску и жидкой маской я закрашиваю те места, которые должны проявляться потом вот этим базовым цветом. Можно было сделать от обратного, конечно, задуть полностью модель, допустим, белой краской и сверху потом тонкими линиями рисовать песочный камуфляж. Можно было сделать и так, но я решил сделать немного по-другому. То есть, наоборот, базовый цвет у меня был вот этот вот песочный. Вот таким вот образом я жидкую маску в хаотичном порядке наношу вот такие вот кляксы, линии. И затем я уже начинаю задувать белой матовой красочкой вот этой вот от Ганзы. Сверху, прямо вот на эту жидкую маску, вот таким вот образом, я забываю циррогов. Да, не закрыл, не закрыл бандажи. Вот вы видите, попала на них краска. Ну что же, упустил этот момент, буду я заново их потом прокрашивать. И вот вы видите конечный результат. Что у меня получилось после прокрашивания белой красочки. А затем жидкая маска очень легко пинцетом снимается с модели. По краям остается краска, но ее можно, да, либо вот так вот просто пальцем снять. Но я беру такую более жесткую кисточку и вот так вот просто все эти места обрабатываю, которые белая краска там по краям торчит. Вот таким вот образом кистью я потом всю жидкую маску снял. И кистью, пинцетом снял жидкую маску, да, а кистью я потом модель обработал. Затем, чтобы придать ей еще более такого реалистичного вида, беру фильтр миговский. И вот так вот кисточкой я прохожу два слоя с просушкой между ними. Ну, где-то буквально там полчаса я нанес первый слой, полчаса подождал и второй слой нанес, чтобы немного так вот приглушить яркий-яркий белый цвет. Затем перешел к нанесению декалей. Здесь их совсем немного получается. Да, что еще хотел сказать. Наверняка многие увидели и подумали, а почему же ракетная установка-то не прокрашена белым? Ну, насколько я нашел там реальные фотографии, она как бы не прокрашивалась. Она в зимнем камуфляже почему-то она не была прокрашена. Именно ракета-установка просто вот базовый вот этот немецкий дунки. Это желтый, желтый, как песочный. Она вот таким вот цветом была. Затем я нанес декали, смывку, делаю вот такую вот коричневую. Местами я использовал вот такую вот томиевскую черную смывку, комбинировал, чтобы тоже подсветности придать, так сказать, в разных местах, чтобы немного по-разному она смотрелась. Затем кистью смоченной white spirit я начинаю вот так вот размывать все излишки смывки, которые я нанес. Да, смывка всегда делается по глянцевому лаку, чтобы она растекалась. То есть я нанес декали, задул глянцевым лаком, и после этого я уже наносил смывку. Ну, можно по глянцому, можно по полуматовому делать, кто-то делает и так. Ну, я тоже и так, и такой я прием использую. Главное, чтобы был не матовый лак, чтобы смывка растекалась. Вот затем я вот таким вот образом, видите, вот этот вот ведущий каток смывка проработал, он сразу такой реалистичности. Реалистично получился, выглядит. Ну, вот уже что-то такое вырисовывается у меня. Затем я взял какой-то любой первый попавшийся на глаза мне коричневый цвет, и вон там вот внутри корпус, и заходовой я задуваю, чтобы приглушить этот базовый цвет, чтобы он таким ярким там не был. и белой же масляной краской я совсем слегка вот так вот аккуратно прохожусь по вот этим вот местам камуфляжа, чтобы их тоже приглушить, чтобы они не такие яркие были. Теперь я перехожу к нанесению сколов. Какую-то адскую смесь я там тоже из масляной краски намешал, черную, светлую, светлую сделал. И вот таким вот образом, палочкой с поролоном, я макаю в эту масляную краску, и вот такими вот движениями я наношу имитацию сколов. Вот вы видите, тоже на передние диски делаю сколы, чтобы придать им тоже реалистичности. Пару слов хочу сказать о самом наборе, что он не совсем сложный оказался, и в общем-то даже и не совсем прям такого плохого качества, как, честно говоря, я ожидал от детала хуже, но ничего, более-менее нормально, такую четверочку я ему ставлю, может быть с длинным минусом, да, за то, что пришлось поработать со шпаклевкой. Теперь уже осталась мелочевка, шансовый инструмент, лопата, кирка. Надо это дело все тоже прокрасить и приклеить на корпус. Спасибо за просмотр! осталось мне еще прокрасить пулемет полностью я его черной краской прокрашивают амельской полуматовой таким вот образом затем вот так металлик я макаю кисти металлик от пацифика и сверху на черный я вот такими движениями кистью слегка сильно не нажимаю нажимая таким вот образом я продаю как бы металлического металлический блеск пулемету приклады я соответственно тоже прокрасил прикон приклад и ручку пулемета вот что у меня получилось вот такой красочкой покрасил приклад а вот этот металлик у меня был сверху ну и вот я приклеил его уже на корпус панцерверфера остались у меня ракеты мы решили их заказчиком все-таки поставить да вот такой вот темно-зеленой краской прокрашиваю затем я перехожу к шинам обрабатываю их фигментами вот таким вот образом немного припрылить тоже придать реалистичности фигмент я использую это wilder еще сто лет назад и покупал но качеством своих не теряет вообще химия твою такая себе не особо хорошая ну вот именно пигменты у него спустя уже там не знаю года на 3 они у меня до сих пор они сохраняют свое качество хорошего смотрите как у меня шинова тут получились так ну и ракеты ракет у меня высохли я их на тоже задул полуматовым лаком и вот таким вот образом я их начинаю вставлять установку согласно схеме они должны торчать ровно на 7 миллиметров из остановки и сверху я их охот вот она вылетела но ничего страшного они еще пока не приклеены а приклеивая их как беру просто вот туда вот по несколько капель в эти трубы я закапываю сейчас клей туда протечет и потом эти ракеты прихватятся и будут уже приклеены теперь настало время поработать с гусеницами с виниловыми беру такую вот жижу эффекты траков ржавчина и придаю им более реалистичный вид жирно жирно я кистью намазываю вот это вот жидкостью это она сейчас выглядит вот так вот ярко излишки потом можно смыть но я ничего не смывал я просто как бы перчатки так потёр и она там вся впиталась вся затекла куда надо жидкости ты поэтому сильно вот такие загрязненные и ржавые они мне не получились вот уже конечный результат как вы видите лаком даже я их и не покрываю потому что жидкости так прекрасно как бы на них держится затем я беру кисти и макаю в металлик от пацифики вот такими легкими движениями я вот эти вот как грунта зацепа до обрабатываю чтобы тоже реалистично не с металлическим облеском выглядели ну и вот и гусеница таким образом я ее надел на катки на тележке и супер клеем я вот эти вот места все прихватываю вставляю вот такие бумажки и чтобы придать как бы провис и сверху да и снизу я соответственно супер клеем аккуратно капаю и с с левой стороны вот таким вот образом тоже я гусеницы делаю и вот такие вот бумажки я еще раз повторюсь вставляю чтобы придать реалистичности затем я томиевским пигментом сажа кисточкой вот эти вот места обрабатываю ракетной установки и еще разок я беру вайлдеровский пигмент и вот эти вот места где я рисовал сколы я по этим местам еще прохожусь немного пигментом чтобы придать еще более реалистичности модели да и наверное конечно же нужно упомянуть что финале модели задувается матовым лаком и пигменты уже наносится на матовый лак ну вот и все друзья вот он финальный результат вот они финальные фоточки модель сделана отправляется к заказчику всем спасибо за внимание подписывайтесь на на youtube канал ставьте лайки если вам не нравится ставьте дизлайки нажмите колокольчик чтобы не пропустить уведомления о новых видео подписывайтесь также на телеграм-канал где я публикую не только результаты своей работы и ход своей работы но и также очень много моделей со всего мира вот каждый день у меня там публикации и совсем скоро я уже анонсирую свою новую сборку это будет тоже реактивная система залпового огня какая скоро узнаете до новых встреч